Здравствуйте! В эфире программа «В центре событий» в студии Снежана Журавлёва. Смотрите в выпуске. Губернатор Югры Наталья Комарова проверила ход строительства социально значимых объектов в Сургуте. В больницах началась вакцинация против гриппа. И югорские паралимпийцы вернулись домой. В субботу с рабочим визитом Сургут посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Свой день она начала с инспекции социально значимых объектов, которые строят в экономической столице округа. Дмитрий Круковец продолжит тему. Наталья Комарова начала осмотр строительства социальных объектов с самой большой стройки автономного округа перинатального центра, или как он называется официально, Центр планирования и подготовки семьи. Он не единожды оказывался под пристальным вниманием общественности. На объекте возникали проблемы с выплатой зарплат строителям, а также с отставанием от графика сдачи в эксплуатацию. Монолитные конструкции ведут к завершению. В этом месте завершаем полностью каркасы здания. Постблок, пищеблок, двухэтажное строение завершили. Подземные переходы завершили. Сейчас начинаем за обратную отсутку и подборную устройство в этой камерной руке. Сейчас строители вышли на возведение технического этажа, начат монтаж окон. Монтаж подземных сетей выполнен наполовину. Начинается внутренняя разводка трубопроводов. Текущее отставание от графиков, которое все еще сохраняется, обещают ликвидировать в ближайшее время. Насколько я понимаю, от графика все-таки еще не нагнали, где-то процентов есть от отставания. Небольшое отставание есть, но оно... Меньше 10? Оно меньше 10. Хорошо. Капкистик, правильно я вас понимаю, что к зиме будет контур закрыт? К зиме будет закрыт контур, будет утеплял фасад, будет стоять вся футболизация. Это прозрачка, соответственно, будет тепло, вот для бремениса, да, в конце октября будем запускать тепло в корпус. Увиденным глава региона осталась довольна и отправилась на другой объект. 50-метровый плавательный бассейн. Его изначально планировалось сдать в прошлом году, но из-за значительного удорожания строительных материалов и оборудования контракт с подрядчиком пришлось расторгать и заново объявлять конкурс. Сдать спортивный комплекс планируют до конца года, но губернатор Югры уверена, готовится и планировать посещение необходимо уже сейчас. Нужно прямо сейчас понимать, что это будет, начинать уже потоки рисовать, где спортсмены, где любители, где для граждан услуги будут население, ну и, конечно, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прямо сейчас с учреждениями социальной защиты нужно связываться, выкраивать и трафик, и время для того, чтобы люди могли пользоваться этими. Возможности, сейчас все нужно делать, потому что потом не бегать. Ну, а еще раньше должен распахнуть свои двери центр адаптивных видов спорта. Это объект, которого саргутяне ждали несколько лет. Современный дворец, перепрофилированный из бывшего гипермаркета, сможет принимать соревнования мирового уровня. Там предусмотрены легкоатлетический манеж, гостиница на 70 мест, помещение для игровых видов спорта, тренажерный зал и кабинет лечебной физкультуры. Здесь три табло у нас. Система видеофиксации, временной фиксации, хронометраж, звуковое оборудование. Оборудование, ну, к сожалению, оно импортное. То есть здесь замещение произвести было нельзя, потому что такое специфическое оборудование пока нельзя. Центр адаптивного спорта возводится по инвестиционной программе. Застройщик самостоятельно финансирует стройку, а после завершения всех работ правительства автономного округа выкупает готовое сооружение. Глава региона и впредь будет держать под особым контролем возведение социальных объектов в Сургуте. Общая стоимость перинатального центра, бассейна и центра адаптивного спорта составляет порядка 20 миллиардов рублей. Дмитрий Круковец, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. Новый перинатальный центр должен значительно помочь медицинской отрасли Югры и Сургута. А центр планирования и подготовки семьи способен решить множество сопутствующих проблем и вопросов для жителей нашего региона. В этом уверен почетный сургутянин Александр Сидоров. Он сам участвовал в строительстве этого объекта. В то время будущий мэр Сургута трудился начальником участка в строительном управлении номер 9. Родильный дом был спроектирован из расчета того, что наш город в конце 80-х, начале 90-х годов населяли 250 тысяч человек. За 25 лет эта цифра увеличилась в полтора раза. По оснащенности, по возможностям качественно оказывать услугу, качественно на современном уровне, со всеми необходимыми и оборудованием, и средствами медицинской помощи. А вот по объему, по количеству принимаемых оружий, конечно, он сегодня значительно перегружен. То есть значительно мощность его отстает от потребности. 30 городов России и десятки тысяч студентов. Югра приняла участие в параде российского студенчества. Он прошел в Сургуте. Колонны из нескольких тысяч учащихся югорских среднеспециальных и высших учебных заведений маршем прошла от филармонии до площади перед театром Сургу. Всероссийская акция представляет собой масштабное посвящение студенты. Она была задумана для того, чтобы сплотить и сблизить учащихся, дать возможность первокурсникам почувствовать себя частью большой дружной студенческой семьи. Поздравили новоиспеченных студентов губернатора Тюменской области и Югры. Поздравляю семью югорскую студентов с их уже достижениями. Это и первое место в командном зачете фестиваля Всероссийская студенческая весна. Это призеры наши югорские чемпионаты, национального чемпионата, молодые профессионалы. Сургутский университет занял первое место в 2015 году по открытому интернет-олимпиадам. Вы – это будущее нашей страны. Сегодня вы проживаете самые лучшие и интересные годы. И поэтому от того, какие знания вы возьмете, в будущем так вы и будете творить нашу историю. Мы верим в вас. Вы самые лучшие. В Югре парад российского студенчества прошел впервые. В нем приняли участие несколько тысяч первокурсников из 14 образовательных учреждений округа. Между 30 городами России прошла перекличка участников. Дали слово и Сургуту. В завершении церемонии Наталья Комарова передала флаг с эмблемой парада студентам Югры. А выступая перед аудиторией экс-глава Сургута и почетный житель города пожелал первокурсникам быть опорой Югры и России. Еще два десятка лет назад Югра не могла мечтать о своем студенчестве. Ближние студенты жили в Тобольске и в Тюмени. Сегодня только первокурсников 7 тысяч. Вдумайтесь в эту цифру. Будьте достойны первопроходцев. Будьте достойны истории нашей земли. Будьте достойны истории нашего края. С праздником вас! Вашими усилиями будет продолжаться история Югры. Вашими усилиями будет хорошеть и расцветать наш край. В Сургуте распространяют фальшивые листовки, в которых нашему первому всенародно избранному мэру Александру Сидорову приписывают фантастические инициативы заселить Югру китайцами. Это уже не первые черные технологии, применяемые относительно экс-мэра Сургута. Ранее в интернете от его имени распространялось фальшивое письмо к главе Чеченской республики. Сам Александр Сидоров, комментируя эти действия оппонентов, не смог воздержаться от улыбки. Я думаю, что тут фантазий могло бы быть побольше, почему бы мне не написать что-нибудь полезное Обаме, Папе Римскому, например. Ну, коль не написал, не написал. Если говорить о китайцах, то надо было бы как минимум говорить о миллионах, не о 20 гектарах, а что-то подобное московским рынком проектировать. Это, конечно же, к сожалению, вот, видимо, нервы сдают. Наши оппоненты не удержались от соблазна воспользоваться всеми прелестями черных технологий. Эту предвыборную кампанию Александр Сидоров назвал одной из самых грязных в истории России. Довольно много однофамильцев известных депутатов выдвинули свою кандидатуру. Плюс активно распространяются слухи об отмене северных. Председатель окружной думы Борис Хохряков заверил, что команда Югры выступает не только за сохранение региональных льгот и надбавок, но и за их увеличение. Должен быть льготный проезд раз в два года, это досрочный выход на пенсию, это дополнительный отпуск для северян. Вакцина против гриппа и ОРВИ поступила в поликлинике Сургута. В медучреждениях уже началась прививочная кампания. Достаточно ранняя вакцинация позволит сформировать хороший иммунитет населения к началу эпидемиологического сезона. Прежде всего, иммунизация рекомендована людям, находящимся в группе риска. Это беременные женщины, дети до трех лет, взрослые населения с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной системы, а также лица пожилого возраста. Желающим поставить прививку необходимо обратиться в поликлинику своего участка. Перед процедурой обязателен предварительный осмотр специалистов на наличие противопоказаний, повышенная температура, обострение хронических заболеваний. Вакцинация является единственным методом специфической профилактики гриппа. Все остальные наши методы не могут предотвратить заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. После проведения вакцинации, даже если человек и заболеет, то с большей степенью вероятности заболевание не будет протекать с тяжелыми последствиями, не будет с какими-то осложнениями и более быстро идет выздоровление. В окружном кардиодиспансере накануне открылся учебно-методический центр. Он представляет собой высокотехнологичный обучающий класс, оснащенный современным симуляционным манекеном с высоким уровнем реалистичности. С его помощью, помимо прочего, можно оттачивать навыки проведения инфузионной терапии, выполнение полного комплекса сердечно-легочной реанимации, мониторинг состояния. Также центр оснащен аппаратом искусственной вентиляции легких, кувезом для новорожденного, набором вспомогательного оборудования и инструментарием. Это позволяет проводить различные манипуляции от простейших приемов неотложной помощи до сложных командных действий. Добавлю, что стоимость оборудования составляет порядка 800 тысяч рублей. Тенденция создания собственных симуляционных центров уже давно имеется в практике клиник, особенно клиник, которые оказывают высокотехнологичную помощь. И это способствует именно отработке практических навыков, которые позволят при процессе оказания медицинской помощи обеспечить безопасность пациентов. Для финансовой поддержки предпринимателей в этом году выделено более 4,5 миллионов рублей. Гранты в форме субсидий выдадут начинающим социально ориентированным предпринимателям. Также финансовую помощь окажут для организации Центра времяпрепровождения детей. Сколько проектов выиграли субсидии в первом этапе, узнала Ольга Нахаева. Грант в форме на 600 тысяч, да, мы включаем и на реализацию данного проекта. Евгения Теплова – одна из 17 претендентов на гранты. Получила дополнительную денежную помощь в виде субсидий на уже работающий проект. В своем батутном центре планирует расширить возможности для занятий спортом. Администрация нас поддерживает своим грантом для расширения, для улучшения нашего проекта. Мы сделаем его реконструкцию, и у нас будет еще больше места, еще больше мест для игр, для веселья, для проведения дня рождения, для спортивных состязаний. Именно для этого выдан грант. Гранты в форме субсидий выдаются в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы. Это выделение средств на безвозмездной и безвозвратной основе. За эти деньги необходимо будет отчитаться. Из пяти победителей трое – предприниматели, ведущие социально ориентированный бизнес. Сферы тех проектов, которые предлагались, очень разнообразные. Были и оказание услуг в сфере парикмахерства, и реализация продукции замороженной, овощной. И вот, как вы видели, развлекательно-туристское направление, и промышленность, и медицина. То есть, на самом деле, предприниматели достаточно в разнообразных сферах деятельности планируют свой проект, но что не может не радовать. Таким образом, по итогам первого этапа предоставления грантовой поддержки, администрация помогла пяти субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму более полутора миллионов рублей. Ольга Нахаева, Борис Шибалдов, Сургут, Интерновости. Летопись нефтяной эпохи. Под таким названием открылась выставка в Сургутском краеведческом музее. Экспонаты, а это 70 фотографий, являются собственностью Ханты-Мансийского музея геологии, нефти и газа. Автор Виктор Ахломов запечатлел, как в нашем и соседних округах добывали нефть в 60-70-х годах. География широкая. Шаим, Усть-Балык, Нижневартовск, Сургут, Нефтьюганск, Урай, Новый Уренгой. Фотовыставка открыта для посетителей до 23 октября. Виктор Васильевич Ахломов являлся и является корреспондентом газеты «Известия». И он как раз, как летописец, фотолетописец, запечатлел моменты открытия первой нефти. Строительство первых нефтяных и газовых магистральных трубопроводов. Отправки первой нефти из Усть-Балыка. Он запечатлел портреты людей, электрогазосварщиков, буровых. Он запечатлел портреты руководителей поиска, открытия западносибирской нефти. В Югру вернулись спортсмены, представившие наш регион на альтернативных паралимпийских играх. На старт в Подмосковье вышли более 250 спортсменов с ограниченными возможностями. Соревнования проводились 8 и 9 сентября. Напомним, что ранее Международный паралимпийский комитет отказался допустить российскую сборную к участию в играх в Рио-де-Жанейро. Команда была отстранена в полном составе. После этого было принято решение провести внутрироссийские соревнования. В них приняли участие в том числе и 8 югорских атлетов. Однако, по признанию самих спортсменов, психологический дискомфорт безусловно сказался на результатах и настроении. Если честно, было немножко такое ощущение, но пришлось приспособиться, как говорится. И пришлось показывать на все, что мы способны. Еще посетить не одну Олимпиаду, но, я надеюсь, настоящую. И попробовать выиграть все, что от меня зависит. Представители нашего региона завоевали на этих соревнованиях 5 золотых и 1 серебряную медаль. 4 первых места пришлись на соревнования в толкании ядра и 1 в метании диска. Победителями стали Виталий Телиш, Дмитрий Душкин и Евгений Малых. Первое место занял и Алексей Ашапатов. Однако, итоговый результат мог быть лучше. Выступить на более высоком уровне помешала и травма, и отсутствие эмоций, и конкуренции. Было очень неприятно, конечно, что спортсмены готовились, готовились к пику своей формы. И получилось, что в конце концов уже морально все устали. И уже, я так понимаю, что процентов 60 сборной команды уже как бы большого желания выступать-то не было. Алексей выступил, конечно, мы хотели немножко, чтобы был лучше, но все-таки травма не дала выступить в полном объеме. Поэтому сейчас будем ждать результатов, которые будут в Рио. Победитель альтернативных паралимпийских игр Виталий Телиш принял участие во встрече с губернаторами Югры и Тюменской области Натальей Комаровой и Владимиром Якушевым. Спортсмен рассказал о прошедших соревнованиях и сообщил, что в ближайшее время в России могут возродить турнир, созданный в противовес Олимпиаде. В следующем году, говорят тоже, возможно, не допустят нас. И поэтому в следующем году мы будем организовать старые добрые времена, игры доброй воли. Это чемпионат страны. Думаю, на следующий год уже, чтобы обдуманно это было, пригласить делегатов из других стран. И такие слухи ходят. В Красноярске завершился первый раунд предварительного этапа Кубка России по волейболу. В одном из квинтетов участников был и Сургутский Газпром Югра. Четыре встречи на берегах Енисея стали первыми в этом сезоне для серьезной обновленной команды. Тем не менее, газовики сумели одержать две победы над Челябинским Торпедо и Барнаульским университетом. В матчах против хозяев Енисея и Динамо из Ленинградской области сургутяне уступили с результатом 0-3. В ближайшее воскресенье команды переезжают в Сургут, где сыграют в том же порядке. Четыре коллектива по итогам всех восьми игр пройдут в полуфинал. А на этом у меня все. До встречи в эфире. Жить в полную силу на высоких скоростях – наш принцип. Отвечать за движение газа каждый день, каждый час, каждую секунду – наша работа. Динамично развиваться, нести тепло в каждый дом – наша задача. Передовые технологии, команда профессионалов – наша гордость. «Газпром Трансгаз Сургут». 40 лет. Формула созидания. Быстро найти любую информацию. Играть с друзьями по сети. Или смотреть фильмы. Метросеть. Интернет как вам нравится. С 15 августа до 15 сентября «Сипромстрой» снижает цены. Квартира-студия от полутора миллионов рублей. Однокомнатная квартира 49 квадратных метров от 2 миллионов 150 тысяч рублей. Двухкомнатная 72 квадратных метра. 2 миллиона 820 тысяч рублей. Телефон отдела продаж 600-190. Компания «Сипромстрой». После школы только домой. Магазин «Изумруд» представляет знаменитые уральские самоцветы в изделиях лучших ювелиров Урала. Сияющий бриллиант, благородный «Изумруд», сапфир, рубин, аметист. Великолепная коллекция мужских украшений на самый взыскательный вкус. Магазин «Изумруд». Улица энтузиастов 6. Если женщина говорит, что не любит шубы, скорее всего, у нее их просто не было. Самое время исправить это. В «Солене коллизионе» при покупке шубы с 50-процентной скидкой. Куртка в подарок. При покупке дубленки за 40 тысяч рублей. Куртка в подарок. В магазин «Адам» поступила новая коллекция мужских и женских джинсов. В наличии все размеры. Улица 50 лет, ВЛКСМ 3, дробь 2. Телефон 3763-77. И о погоде на 13 сентября. Здравствуйте в студии Алина Белявская. Генеральный партнер прогноза погоды компания «Еломет». Боль в суставах и спине. Отеки и воспаления. Это выбивает из жизненного ритма. Хорошо, что есть «Алмаг-01». Магнитное поле «Алмага» может помочь устранить боль и воспаление. Он прост в использовании. В августе успейте купить «Алмаг-01» по низкой цене в бережных аптеках, аптеках от склада и Экона. «Алмаг» – помощь при остеохондрозе, артрите и артрозе. Создан для здоровья людей. Во вторник погоду в большей части Западной Сибири обусловит влияние наступающей обширной североатлантической депрессии, которая будет генерировать поля облачности и осадков при температурном режиме немного выше своей климатической нормы. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер южный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 5,10. Утром также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. На столбиках термометров 8,11 градусов тепла. Днем облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный 5,10 метров в секунду. Температура плюс 10,15. В салонах обуви «Саламандр» поступление новой коллекции «Осень-зима-2017», а также скидки до 50% на летнюю коллекцию. «Саламандр» обувь на все времена. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет меняться мало и состоит 753 миллиметра ртутного столба. Теплее одевайся! Раз, два! Теплые наряды для игр и радости уже в Карапузе! Новые, модные, стильные, удобные! Карапуз! Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам приятного вечера. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова